Наши командир. От командира слышу. И герой Советского Союза передает управление Герою России. Космонавты Александр Волков и Юрий Усачев пока в шутку примиряются к новому кораблю для пилотируемых полетов. В этом корабле очень удобно сделана ручка управления. Раньше мы управляли двумя ручками, которые находились справа и слева. Сейчас ручка посреди не находится. Командир управляет. Вдруг командир сказал, что вы знаете, что я себя плохо чувствую, возьми первый пилот. Первый пилот берет же эту ручку и спокойно может продолжить то же управление, которое было у командира. В эти дни возвращаемая капсула, ее представляет публике Роскосмос, один из главных экспонатов авиакосмического салона МАКС-2013. Я, наверное, в течение 20 минут попытался состыковаться, поработать с аппаратурой. И скажу вам, что это новый шаг пилотируемой космонавтики. Что мы можем, 4 человека сможем выводить на орбиту и 6 человек возвращать. По плану, первый полет перспективного транспортного корабля состоится в 2015-м. Корабль нового поколения. Он имеет возможность доставлять экипажи в составе 4-х человек на окололунные и околоземные орбиты. Уникальная система посадки, трехкопольный парашют и практически у Земли нулевая скорость. Космос становится ближе к каждому. На МАКСе ежедневно проходят телемосты с Международной космической станции. В прямом эфире вопросы задают счастливчики, победители конкурса на лучший вопрос космонавтам. Каждый из нас уходит в космос патриотом своей страны, а возвращается патриотом земли. Они правильно сказали, что каждый из нас улетает в космос патриотом своей страны, а возвращается патриотом собственной планеты. Сегодняшней молодежи суждено осваивать не только ближний, но и дальний космос. Луна, Марс и далее со всеми остановками. Россия готовит почву для космических миссий за пределы земной орбиты. Впервые представлены на выставке макет ядерной энергодвигательной установки как раз для длительных экспедиций. Состоит из реактора. Вот он светится красным. Система радиационной защиты серым светится. Система преобразования из тепла в электричество. Стартовать с Земли и ракеты будущего будут на традиционном топливе. И только в космосе раскроется огромная 38-метровая ядерная установка и отправит корабль к другим планетам, а может и звездам. Это двигатели наиболее эффективные из всех видов электрических двигателей, которые сейчас существуют. Причем это на сегодняшний день мы достигли мощности 18 киловатт. Это в точности та мощность, которая существует у самого мощного американского двигателя. И должны его вывести на 32 киловатта. И если российским космонавтам суждено ступить на другую планету, то стартовать они будут с космодрома Восточный. На Максе представили окончательный облик новейшего космического порта в Амурской области. Несмотря на тревожные новости о паводках, строительство не останавливается. Паводковая ситуация на нас сегодня не влияет. Мы поднялись выше нуля где-то на 8-10 метров. Мы сегодня под все наши здания, сооружения, фундамент от Лирии. Поставили основные элементы конструкции. Под МИТИ, под систему газовую, под топливную систему. Аномальные паводки на Дальнем Востоке еще раз поставили вопрос о важности спутников дистанционного зондирования Земли. На Максе Россия присоединилась к международной хартии, в рамках которой страны безвозмездно обмениваются снимками из космоса техногенных и природных катастроф. Природу изменить нельзя, однако можно быть готовым к любым сюрпризам с помощью космоса. Продолжение следует...